привет друзья с вами варчик в этом видео я вам хочу рассказать самые очевидные и невероятные ошибки слабых игроков в игре world of tanks казалось бы все просто человек плохо играет потому что не хочет не может не понимает и все но если все-таки человек захотел куда ему стремиться с чего начать какие первые шаги ему нужно сделать чтобы побороть свои ошибки для начала чтобы понять что исправлять давайте перечислим начальные и самые главные ошибки которые не дают правильно играть самая первая самая начальная это боятся использовать расходники и модули на своем танке заранее ограничивая возможности в бою своей боевой машины не ставя на него практически нифига это в крайне неверно нужно по максимуму свой танк заряжать не бойтесь за свое серебро играя плохо вы тоже серебро не получаете минимальные ремочки аптечки хотя бы маленькие там и модули вы должны ставить переходим к ошибкам которые для слабых игроков не так очевидны ну для начала ошибка это неправильная настройка игры видео на канале недавно было как правильно настроить мышку это очень важно в игре в которой приходится стрелять следующие настройки в игре не должны мешать вам всякую траву вспышки и остальную фигню в прицеле нужно выключать все остальное принципе не имеет значения главное чтобы у вас fps был не ниже 60 ну и наконец-то мы переходим уже к самим боям что же в них неправильно ведь это больше всего у вас скорее всего интересует в первую очередь вы не понимаете насколько сильно вам мешают моды всякие стрелочки фигни лачки вспышечки цифельки она просто вам мешает вы изначально себя неправильно готовите и обучаете в игре изначально идете не по правильному пути вы так никогда не начнете развиваться в плане скилла в этой игре когда вы уже научились играть то вы можете хоть обмазаться модами хуже играть вы не станете вы все равно будете играть на своем уровне но в начале вашего пути не стоит обмазываться всеми этими модами они ничего не дают кроме того что они вас отвлекают и не дают сфокусировать внимание на тех вещах которые реально помогают затащить катку моды которые вам могут пригодиться в самом начале когда вы только начинаете повышать свой скилл это шкурки зонами пробития если вы вообще не понимаете где находится модули врагов и панелька под прицелом которая показывает сколько перезарядка и обзор у врага простейший мод с двумя циферками обзор и кд врага для чего это все нужно когда враг стоит перед вами и вы с ним играете позиционку если он выстрелил вы должны знать примерное кд врага для того чтобы понимать что определенный промежуток времени враг который стрельнул не представляет никакой угрозы это самая большая распространенная ошибка слабых игроков вы никак не наказываете врага который уже стрельнул и ничего не может в этот момент вам сделать очень часто все стоят и боятся высунуться потому что у них весь экран обмазан модами стрелочками всякой хренью и они не следят вокруг себя кто где когда стрельнул сколько у него кд что это за танк и как удобно и вовремя можно высунуться дать ему плюху и тем самым наказать его в тот момент когда он ничего не может вам ответить таким образом вы и будете набивать урон это самый основной прием набитие урона в игре world of tanks вовремя высунуться туда где вы будете не наказаны и дать урон для этого нужно смотреть по сторонам на карту и знать кто стрельнул сколько у него кд и куда ему нужно стрельнуть все это самое основное что нужно делать в игре world of tanks следующее очень распространенная ошибка которая не дает танкистам долго жить в бою из-за этой ошибки они умирают и теряют свой хп очень много и очень часто слабые танкисты очень сильно надеяться на маскировку плюс еще слабые игроки плохо следят за картой и не всегда могут оценить расстояние с которого они засветятся по-любому хотя на карте все круги есть есть круг вашего обзора есть максимальный круг обзора и если танк находится уже внутри этого круга то вы скорее всего засветить из после выстрела даже если вы находитесь за кустом ну зависимости от того какой класс техники и какой враг заехал к вам в круг поэтому еще одна очень важная и главная ошибка не использование рельефа и укрытий а использование каких-то кустов которые вас не защитят нужно использовать рельеф всегда ваш танк должен максимально быть скрытым прикрытым закрытым и враг должен всегда чувствовать что ему трудно вас стрелять вы не должны ехать по полю вы не должны стоять в открытом месте прячась за кустиком ваш танк всегда должен быть в укрытии вы должны всегда вокруг все анализировать смотреть кто где когда на кд и наказывать врагов которые отвлеклись повернулись не в ту сторону либо стрельнули и находится на перезарядке также если враг перед вами стоит и стрельнул то вы должны понять если вы на него выкатитесь что произойдет ведь вы играете не один на один у врага еще есть сзади напарники смогут ли они ему помочь или нет вы должны все это в башке своей думать никакой здесь ник своим не поможет для того чтобы это все делать не какие-то там стрелочки показатели в n8 в бою еще какая-то хрень это все только мешает и отвлекает вас от реальных важных действий в бою также еще не сказал что в самом начале своего пути вам нужно понять что если у вас плохая статистика это не вася соседнего дома виноват николя там с другой планеты не федя у которой статист вы сами виноваты своей плохой статистике и плохой игре если вас это устраивает играйте как хотите эта игра вы играете для себя если же вас это как-то напрягает поймите вы сами виноваты и ваша игра отображается в вашей статистике поэтому если после боя я вижу что игрок играет плохо и после боя я выхожу смотрю на его статистику там тоже все плохо я ничего хорошего про него не скажу я скажу что он играет плохо а если он еще и мне мешал то я более жестко скажу поскольку он заслужил сейчас на десятом уровне последнее время я замечаю что вообще не умеют люди играть там вообще нет игроков более-менее адекватный и логически соображающий человек заметил и уже давно понял что играя на 8 9 уровне почти сто процентов боев когда ты попадаешь к десяткам все десятки находятся в днище списка по результатам боя они вообще никакие и когда ты играешь на самих десятках ибо и где только десятки это полный трэш там вообще ничего не умеет играть там просто тупо от какой-то люди минимально даже основу игры не понимают но за счет того что разработчики дают опыт за отсутствие результата в бою до 10 уровня за небольшое количество боев даже плохие игроки доходят очень легко и имеют своем ангаре большое количество высокоуровневой техники может это и неплохо что у них много десяток но плохо в том что не интересно с ними играть они даже основы игры не понимают поэтому и получается что ты играешь мало того что есть небольшие проблемы в игре с балансами карт танков и всего остального они бы не были так сильно заметны если бы игроки в бою хотя бы основы игры понимали а так получается что мы играем серию боев мы попадаем в одну команду которая сливается вся в нули ну потом мы попадаем в серию боев когда враги сливаются в нули ну вот и получается что просто качели туда-сюда а самих боев где реально происходит реальный нормальный вразумительный бой и все меньше и меньше как обычно за гайд можете благодарить настю она была подопытной и на ней все эти приемы сработали просто офигенно конечно некоторые на стримах могли заметить что когда я с ней начинал играть я чересчур сильно ее ругал за какие-то ошибки в бою но когда я сейчас уже с ней играю хотя мы не сильно много с ней играли она уже сама видит куда надо ехать где фланг где легче продавить и помочь чтобы потом освободить один фланг и поехать на другой она уже сразу выкатываются наказывают чуваков которые стрельнули находится на кд она не ставила никаких модов когда вышел новый патч хотя говорила мне я не могу без этих стрелочек играть они мне показывают куда смотреть куда стрелять но почему-то статка начала набиваться за день в два раза выше чем когда она играла с модами да и fps больше без модов вот и думаете и когда человека уже на правильный путь направишь ему остается только накатать количество боев чтобы освоить и отточить эти все приемы и навыки привыкнуть картам к тактикам к позициям заставить себя играть внимательно и со временем скилл будет сам по себе расти вместе с остаткой вот в принципе все спасибо за внимание с вами был варщик играйте красиво пока а Субтитры сделал DimaTorzok